добрый день дорогие друзья вы на телеканале этом тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман а вместе со мной в нашей тель-авивской студии замечательный политолог мой коллега друг товарищ александр цинкер и по скайпу замечательный израильский писатель публицист драматург сценарист поэт марк отлярский марик рада тебя приветствовать добрый день добрый день тема которую хочу предложить вам для обсуждения она была практически всю неделю прошедшую на устах у всех израильтян речь идет о секторе газа о тяжелейшем ранении который получил там на границе сектором газа 20-летний 21-летний сержант пограничник баррель хадаря шмоли коэн террорист и же выстрел ему фактически в упор из пистолета через грубо говоря дыру дырку в заборе безопасности здесь чем естественно возникло много вопросов и к циалу и правительству который заявил я имею ввиду нафтали беннета то ли сейчас с юных штатах мы сведем счеты с теми кто причиняет вред нашим бойцам и гражданам израиля но а в этих угрозах мы поговорим чуть позже а начать разговор я хотел бы с цитаты с рассказа одного из пограничников цитирую с одной стороны нам объяснили что мы должны делать если нам угрожает смерть а с другой стороны нас предупредили что мы должны запрашивать разрешение на открытие огня в исключительных случаях нам сказали что вся стрельба документируется даже даже для того чтобы получить разрешение на стрельбу резиновыми пулями требовалось время за это время сотни палестинцев достигли забора безопасности конец цитаты саш я наверно с тебя начну сегодня дело в том что мы не так давно в нашей студии обсуждали совещание у начальника генерального штаба в его кахаве тогда разбиралась история не история а деятельность центрального руководства центрального военного округа за то что слишком рьяно они реагируют на террористов много подстреливают много убивают скажи пожалуйста вот то что сегодня мы обсуждаем это что произошло в какой-то степени это отголосок того совещания но не только этого совещания смотри давай да и да и там потребовали не так рьяно отстреливать террористов окей смотри есть такая две крайности будем говорить с одной стороны это министерство иностранных дел который пытается все решить дипломатическим путем и есть армия которая по сути своей она занимается в общем-то боевыми действиями если это противник террорист и так далее она должна применять силу правительство старается в общем-то выбирать пути которые значит между двумя эти крайностями к сожалению у нас получился такой сосед и надо выработать было какую-то технологию взаимоотношения поскольку у нас происходит нет происходит происходит контакт непосредственный вот есть забор и я видел этот кадр я думаю все его видели просто была амбразура практически подбежал выстрелил убежал значит очень много говорили о том что должен быть еще так называемый коридор безопасности что возле после этой стенки должен быть еще какой-то определенный коридор безопасности который простреливается причем простреливается автоматически по системе фотоэлементов знаешь где есть движение и включаются определенные определенное оружие вот если бы это так бы работало то во первых мы бы обезопасили определенных ребят которые действительно на стыке и во вторых сняли вот эту напряженность которые каждый раз перед тем что выстрелить солдат думает слушай а что из-за этого потом будет может быть не стоит а он рискует жизнью и это мы про ну это происходит все время и ничего не меняется сейчас опять мы это риторика да что сказал премьер-министр что скажут в армии но ничего не изменится и потом будет продолжаться одно и то же сегодня были вот несколько дней на границе столкновения опять же люди идут и и они приближаются а по большому счету они пытаются перейти вот этот забор безопасности то есть передаются перейти границу в любой стране при попытке перехода границу можно открывать огонь на поражение это как бы всем понимают и здесь это уже не игры дипломатические это просто безопасность и страны и тех которые защищают марик у меня к тебе вопрос другого плана в ответ на так называемый инцидент после ранения нашего солдата тяжелого тяжелейшего ранения в ввс израиля нанесли как нам объяснили серию ударов по стратегическим объектов террористической группировки хамас секторе газа было уничтожено 4 оружейных склада в ответ по самолетам открыли пулеметный огонь я цитирую наши средства массовой информации официальный пресс-релиз армии израиля у меня сразу возникает как человека гражданского возникает несколько вопросов во первых была ли уничтожена эта огневая точка пулеметная которая открыла огонь не просто так а по самолету далее почему нужно было ждать вот этого инцидента вот этого тяжелейшего ранения с тем чтобы уничтожить склады хамаса если мы знали где они находятся у меня ну когнитивный диссонанс поправь меня может мне психиатру надо надо давно всем нам вместе потому что давай начнем с другого давай у тебя правильно поставленные вопросы не могу не согласиться просто что точно поставлены но насчет когнитивного диссонанс у меня когнитивный диссонанс начался гораздо раньше давай для этого как бы взглянем на простую констатацию фактов на то как отреагировали ведущие члены нашего правительства на тяжелое ранение этого солдата нафтали беннет позвонив солдату не знал как его зовут до более того он не знал даже в какой больнице лежит этот солдат я слышал этот разговор переводе это стыдоба который вообще не укладывается ни в какие ворота премьер-министр звонит солдату он не знает как его зовут и он не знает в какой больнице он находится он не солдат он отцу звонил солдат не может говорить он разговаривал с отцом да с отцом я знаю что с отцом и отец ему отец сказал ему тебе не стыдно ты меня спрашиваешь и тебе не стыдно что происходит на границе второй момент министр иностранных дел матч у нас израильский красавец я или лапит он не побывал в больнице никому не звонил вообще но на похороны арабского депутата которого кстати сторонника палестинской автономии и при и поддерживающего террор он поехал тем не менее и говорил там красивые слова и головы выражал ему соболезнования для этого он время нашел дальше третий человек гидон саар что пишет в своем твиттере гидон саар министр юстиции человек правых взглядов я рекомендую вам друзья пишет он отправляться гулять на каяках то есть вот больше другой проблемы то есть не написать слов собой сочувствие искренности какой-то пожелание выздоровления солдату тяжело раненому бойцу цела у него не нашлось у нашего гидон саар теперь третье все эти сказки по поводу того что мы нанесли адекватный удар они уже надоели эксперты говорят в один голос что мы проигрываем хамасу потому что хамас заставляет нас действовать так как он хочет хамасу нужно заявить что он контролирует сектор хамасу нужно надавить на израиль чтобы израиль таскал им бабки то есть каштаны из огня своими собственными руками хамасу надо диктовать повестку дня чтобы о нем не забывали хамас плюет даже на египет невиданное дело египет закрыл кпп рабьех такого вообще никогда не было разозлившись на хамас хамас формирует повестку дня он собирает митинг из детей и там выступает ребенок который говорит красивые слова об израильской оккупации о том что у него нет детства то есть хамас создает новую грету тунберг вот ребята посмотрите наши дети и ничего израиль на это не отвечает никак израиль на это не реагирует израиль максимум что делает бомбить по каким-то дюнам и ты прав вопрос у любого нормального человека возникает вопрос минуточку а вы что раньше не знали что там склады с оружием находится на самом деле никаких складов они не бомбили я уверен как правильно кто-то заметила и единственное что они бомбят это это песчаные дюны чтобы поставить галочку мы ответили а вся проблема в том что не у царала не у руководства нет никакого решения этой проблемы я не могу сказать что она была у не таньягу кстати чтобы меня потом не обвинили в очередной раз это восхваляю бениамин и таньягу но он хотя бы как-то пытался бы маневрировать но эта проблема которую надо решать идя на опережение не дожидаясь пока хамас в очередной раз тяжело ранит нашего солдата или запустит в очередной раз эти огненные шары или в очередной раз пригонят эту толпу людей на пограничную полосу мы ничего не делаем из того что позволило бы нам опередить эту ситуацию сыграть на опережение ничего не делает марик мы только отделываемся красивыми словами о том что армия обороны израиля нанесла ответный удар не смешите мои тапочки какой ответный удар это называется ответным ударом но вот я честно признаюсь когда готовился к эфиру нашел одну публикацию где четко сказано как уничтожить режим хамаса в газе цитирую прежде всего необходимо обуздать терроры только после этого можно говорить о разоружении восстановление нормальной жизнедеятельности сектора газа его адекватного сосуществования с израилем это очередность необходимые условия именно так действовали союзники в отношении германии сначала массированные удары в стиле тотальной бомбардировки дрездена затем план маршала лишь после этого и благодаря этому германия превратилась нормальное государство и стала интегральной частью западного мира очень важно соблюсти эту последовательность подавление террора сначала все остальное потом но для осуществления этой идеи следует помните соблюсти порядок необходимых действий первое прекращение финансирования хамаса далее точечная ликвидация всех главарей террористической организации оперативного командования боевиков далее нанесение мощного удара по всей инфраструктуре террора и далее после этого немедленное масштабное восстановление уже нового сектора газа своего рода план маршала в ближневосточном варианте именно это то что мы собираемся реализовать следующей каденции к несете председатель партии НДИ экс-министр обороны авигдор либерман дата публикации 4 апреля 2019 года я чего-то сегодня не слышу со стороны господина либермана и этой партии подобного рода заявлений что им мешает это сделать сегодня когда был биби понятно мешал биби сегодня мешает беннет саш ну во первых честно говоря я вот еще я не знал кого ты цитируешь и я уже хотел тебя спросить это какой-то фантаст писатель или теоретик какой-то оказалось это наш министр финансов который был свое время и министром иностранных дел и министром обороны по моему дата то есть он значит во первых он сравнил две вещи которые не не сравниваются это террористическая организация и государства есть проблема между этими двумя вещами большая разница почему потому что есть какие-то правила которые он принципе правильно привел войны между двумя государствами до системы уничтожается террор и так далее так далее так далее здесь же против нас выступает будем так население сектора газа половина четверть десятая часть неважно они могут быть с одной стороны днем они где-то работать могут а вечером идти стрелять или или наоборот поэтому эта система первый пункт отпадает сам по себе потому что ум уничтожить вот это нельзя надо уничтожить практически определенную долю большую причем население сектора газа поэтому к сожалению это так не работает у нас получается два как бы варианта который всем понятно или вот эти перестрелки которые в общем-то зачастую пустые хотя иногда все же была какая-то более результативная борьба когда были и точечные ликвидации и какие-то вот эта зона безопасность увеличивалась и тогда туда не могли кто-то попасть и вторая самая тяжелая самое результативное но самое опасное это когда водятся сухопутные войска на территорию сектора газа понятно что это можно дать самый большой эффект но с другой стороны почему армия это не хочет и правительство не хочет на территории самой густо населенного места в мире уличные бои чреваты большими потерями среди наших солдат поэтому на этот шаг не идут но я не вижу другого не поставлена какая-то красная линия что окей мы сейчас пытаемся предотвратить все вот эти попытки террора и так далее так далее то что у нас на территории на границе но вот этого вот этого но нет но если будет продолжаться или будут такие-то такие-то действия со стороны хамаса мы вынуждены будем и об этом должны знать все наши союзники наши противники потому что чтобы потом не было как бы неожиданности мы предупредили что от кан до вот такого момента после этого начинаются новые правила игры и и тогда не надо будет вот эти теоретические такие красивые описания пункт 1 2 3 4 5 7 10 и так далее потому что эта теория она не работает у нас здесь марик к тебе у меня вопрос тоже на основании этой приведенной цитаты ты хорошо знаешь историю ты много изучал историю насколько корректно сравнивать в этой ситуации бомбежку дрездена с сектором газа да еще ребят привязывать к этому евреев тем более что бомбежка бомбежка дрездена в исторических документах до сих пор историки ведут спор было ли это обе было ли это объективной необходимостью было ли это актом устрашения советского союза или это было военное преступление что скажешь ну то что ты прочитал саша уже определил жанр этого заявления такой полуфантастический такая знаешь но обычная политическая риторика вот так сказать и мы сразу предвыборная риторика можно найти я думаю у любого как бы представителя правых правых из правых партий левых то нет у них другой подход они все они больше потому что все отдать правых партий можно найти любую воистовую такого рода риторику не только у того документа который процесировал значит я когда-то говорил в одной из программ но наверно повторюсь и и просто чуть-чуть разовью то что говорил саша в иерусалиме живет человек которого зовут мартин фон крефель мартин фон кревель или фон крефель как правильно пишется выходец из голландии репатриируется в конце пятидесятых годов в израиль считается одним из крупнейших теоретиков военного дела в мире вообще но я брал у него интервью свое время и естественно спрашивал о том что делать с сектором газа он сказал что проблема состоит в том что давно уже доказано что это так называемая нашего война с хамасом это не тринитарная война то есть война в которой значит борьбу с государственной армии то есть армия по организованной армии обороны израиля ведутся партизанскими методами то есть как бы это не государство против государства то есть и поэтому в данном случае возможно сказал кревель только два варианта так называемый сирийский вариант на что мы никогда не пойдем это то что сказал саша то есть это то чтобы к чему прибег свое время башар асад чтобы утихомирить там разбушевавшийся какой-то регион когда он положил 20 или 30 тысяч человек то есть хотя одномоментно окружив их плотной стеной вооруженных сил и навел там порядок на долгое время ты имеешь ввиду папу башара это так называемый сирийский вариант есть второй вариант говорит маркер фон крефель британский вариант британцы очень долгое время как нам известно конфликтовали северной ирландии террористы то же самое они чего только не пытались сделать там бомбить танки вводить ничего не помогало тогда они прибегли к другому способу они ввели так называемый полицейский режим северной ирландии то есть это область этот регион живет по конкретному закону любое нарушение закона влечет за собой то или иное наказание уголовное или гражданское административное и так далее и британцам в этом смысле как считает кремль в какой-то степени удалось навести порядок это мы тоже себе позволить сделать не можем потому что ввести газа это не наша территория газа это не наша территория и ввести вводить туда войска и объявлять полицейский режим это тоже нереально это тоже нереально поэтому мы будем терпеть поражение поэтому мы будем все время уступать хамасу до тех пор пока мы не прибегнем какому-то другому иному нетрадиционному подходу да учитывая тот факт что сегодня вообще де-факто существует два отдельных образования палестинских в рамале и в газе которые между собой не кооперируются а наоборот враждуют не переставая и не находят общего языка это единственное что нас на данный момент спасает поэтому если мы не прибегнем каким-то мерам конкретным а именно допустим условно говоря объявим газу палестинским государством а рамалу с палестинцами оставим частично у себя объявив их автономии с самостоятельной автономии и дадим возможность тем кто не хочет переехать в газу то есть газа объявляется отдельным государством и и и и отношения с государством это уже совсем другое дело то есть если в данный момент газа не является государством и мы не можем с ней воевать как государство с государством то в данном случае когда газа получает статус государства там уже действуют совершенно другие законы но опять таки это как не хочется По-моему, Газарский тоже немножко теоретическую эту делал. Еще надо убедить графа Потоцкого, что он тоже хочет, чтобы газа была государством. Спасибо. Не надо убеждать графа Потоцкого, для этого существуют соответствующие законы международного права, их надо только знать. Но вот проблема в том, что газа никаким законам международным не соответствует. Спасибо, спасибо, Марик, спасибо, Саша, за этот интереснейший разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч.